В ходе рейда Единого дня безопасности дорожного движения инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности 55 нарушителей правил дорожного движения, в том числе 4 пешехода. 8 автомобилистов заплатят штраф за непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах. Еще 8 автолюбителей заплатят штрафы за то, что во время движения не использовали ремни безопасности. 10 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части. 2 водителя выехали на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. 3 водителя не выполнены требования законодательства об обязательном автостраховании. 6 участников дорожного движения заплатят штрафы за то, что передвигались на автомобилях, светопропускание стекол которых не соответствовало требованию технического регламента. 1 водитель нарушил правила перевозки детей в салоне автомобиля. За данное правонарушение придется заплатить штраф в размере 3000 рублей. Внимание полицейских было уделено автомобилям, в салоне которых перевозились дети. Автоинспекторы проверяли не только наличие детских удерживающих устройств в транспортном средстве, но и правильность его закрепления, а также соответствие возрастным особенностям ребенка. Кроме того, в ходе рейдового мероприятия инспекторы проводили с водителем профилактические беседы, напоминание о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. По данным статистики, автокресло уменьшает риск гибели маленького пассажира в автовариях на 71% среди младенцев и на 54% среди детей в возрасте до 12 лет, а также значительно снижает тяжесть последствий для здоровья юных пассажиров в случае ДТП. И это лучший аргумент для водителей. Они же зачастую и родители выполняют требования о перевозке детей в автомобилях. Спасибо.